Выход не получился, но ничего. Значит, на самом деле мне сказали не представляться, поэтому не буду, сразу пойду к делу. Времени мало и надо рассказать очень важную особенность, которую я в практике продаж применяю. Это практика не продавать. Так вот, мне часто пишут из различных агентств, из московских, региональных, даже иногда бывает из стран ближайшего зарубежья. В общем-то, пишут с вопросами, что делать. Хочется начать студию или хочется развивать студию, которая уже создана. И, собственно, что делать, где искать клиентов, основные вопросы, как отнестись к построению бизнес-плана, в общем-то, и так далее. Вот недавно мне написал Дмитрий Третьяков из Кемерово. Он написал в 30 различных интернет-студий, значит, написал руководителям. Он говорит, что мне никто не ответил, кроме вас. Я ему предложил пообщаться по скайпу 30 минут, и все у него вопросы были одни и те же. Как найти клиентов, как, значит, заработать чуть больше и так далее. На самом деле, самое удивительное, что все задают одни и те же вопросы. Как продавать? И только об этом и думают. И никто не задает вопросы на самом старте, как производить. На самом деле все привыкли слышать большое количество рекламных лозунгов о том, что нужно установить CRM. CRM – это очень важно. CRM – воронка продаж. Значит, продажники в галстуках, которые будут с этой воронкой продаж работать. В общем, все, что касается продаж. И, в принципе, сразу чувствуют результат такого первого шага в продаже, когда ты начинаешь активно продавать, мерить эффективность этих продаж. И, в общем-то, ты сразу же получаешь большое количество лидов и вроде бы денег. И, в общем-то, вроде бы все хорошо. На самом деле, это типичная ситуация в любой начинающей или не начинающей студии. На самом деле многие путают вот эти вот входящие лиды, новые заказы, путают их с авансами. Это всего лишь авансы. Компания начинает получать авансы за ту там активность, которую они, в общем-то, сделали. Эти авансы не стоят ничего. Эти авансы могут в любой день забрать. И самое интересное, что за эти авансы могут очень хорошо спросить. И когда спросят, часто заканчивается жизненный цикл студии. И, в общем-то, приходится уходить с этого рынка. Именно поэтому большое количество компаний с рынка просто уходит. Из 10 тысяч студий, которые существуют, порядка 70% отвалится в течение двух лет. И появляются новые такие же компании. В общем-то, рынок всегда освежается. Так вот, я считаю, что главной целью построения бизнеса в веб-разработке, или мобильной разработке, или вообще диджитал, является, собственно, попытка трансформации вот этих вот авансов, собственно, в реальную маржу. Вот над этим мы и подумаем. Так вот, из 10 тысяч студий, реально лишь студий 20, который зарабатывает настоящие деньги, которые, в общем-то, действительно относятся к своей работе как к бизнесу. Все остальные продолжают заниматься хобби. Таким веселым развлечением, когда ты общаешься с интересными клиентами, вроде рисуешь, значит, креативные картинки там и так далее. В общем-то, бывает, что даже я общаюсь с ребятами, которые 10 лет занимаются этой деятельностью, и по стечению 10 лет они все еще пытаются, значит, они надеются, что когда-то у них будет большая компания, и вот тогда вот они начнут зарабатывать. Так вот, я иду с этого ковра, а то он мешает мне ходить. Так вот, на самом деле основная проблема в масштабировании. Причем не в количественном масштабировании, а в плоскости, в которой будете масштабировать вашу компанию. Масштабироваться можно горизонтально. И, в общем-то, это нормально для любого бизнеса не в веб-разработке. Масштабироваться горизонтально. Что это значит? Вот когда мы пытаемся продавать товары, ассортимент дополнительно к этим товарам, собственно, помогает нам эти товары продавать. Чем больше у тебя ассортимент, чем, собственно, выше у тебя будут продажи. Ну, это имеет прямое влияние. В сфере веб-разработок ассортимент не нужен. А наоборот, важно масштабирование не горизонтальное, а вертикальное. То есть, чем более узкая у вас ниша, чем эффективнее вы в этой нише масштабируетесь, не выходя за рамки этой ниши, тем лучше будет, собственно, маржа, тем выше будет прибыль, тем успешнее будет развиваться. Я сейчас поподробнее об этом скажу. На самом деле, если мы посмотрим на ту ситуацию, которая происходит в первый, второй год жизни любой типовой веб-студии, я веб-студии на самом деле называю любую компанию, это может быть компания, занимающаяся созданием сайтов, или это может быть компания, которая занимается разработкой мобильных приложений, или чем угодно другим. В общем-то, все их называют веб-студии, и у любой веб-студии возникает одна и та же проблема первые два года. Все получают заказы. В любом случае, по какой бы вы траектории не выбрали желание масштабироваться, вертикально или горизонтально, вы все равно будете получать заказы. И на самом деле это самая большая проблема, потому что заказы разные. И сейчас я расскажу, что я имею в виду. Когда вы занимаетесь всем, и вы говорите, что у вас есть полный спектр услуг, вы полна сервисная агентства, даже если вы небольшая компания, вы начинаете получать заказы небольшие на все. И, соответственно, так как у вас нет высокой экспертизы в одной из ниш, вы, в принципе, чувствуете приходящие деньги, и это все разовые клиенты, разовые небольшие клиенты. Когда вы масштабируетесь горизонтально в одной плоскости, вы точно так же получаете клиентов, но ваша экспертиза сильно выше, поэтому клиенты будут сильно дольше. Вы будете значительно ближе к своим клиентам, они будут более прогнозируемы, а это значит рисков будет меньше, а это значит прибыль будет тоже прогнозируема, а планирование – залог успеха. Так вот, все уже устали от студий, которые умеют делать все, и делают это на среднем уровне качества, и делают это, собственно, как все. Еще одна такая студия никому не нужна. Так что же делать, чтобы выиграть? Важно сконцентрироваться на той самой экспертизе, про которую я говорю. Вот давайте возьмем ради примера одну из узких экспертиз, ну, вот ради которой мы все здесь, наверное, сегодня собрались, экспертизы, например, разработки на платформе 1S Bittrex. Причем я пойду еще уже, я приведу пример. Это будет чисто бэкэнд-разработка на 1S Bittrex. Создаем компанию, которая будет специализироваться чисто на бэкэнд-разработке на платформе Bittrex. Что нам это даст и как ее дальше развивать? Первое, с чего бы начал бы я, я бы начал бы с того, что не надо вообще думать о маркетинге. Маркетинг присущ обычным компаниям. Компанию, которую создаем мы, маркетинг не нужен. В отличие от маркетингового плана, который ложится в основу плана по развитию обычной компании, у нас будет HR-план. Потому что на нашем рынке, в узкой нише, самое главное – это найм. Люди – это деньги, если ты умеешь это правильно делать. Маркетинг принесет тебе кучу булщетных заказов. Так вот, что мы положим в HR-план? Первое, вы должны правильно спозиционироваться на HR-рынке. Вы должны понимать, что вы будете конкурировать с точно такими же компаниями, за точно таких же людей, но только какие у них будут минусы? Первое, они будут размывать свое позиционирование. Они не будут говорить, что они занимаются только бэкэнд-разработкой. Это первое преимущество. Второе, конечно же, вы можете отстроить целый ряд дополнительных фишек, начиная от печенек в офисе, хорошими рабочими условиями, белые зарплаты и так далее. Подобно хоть стриптиз каждую пятницу продавайте вашим людям, если программистам, которые занимаются бэкэнд-разработкой, это нужно. Поймите, что им нужно, спозиционируйтесь на это, на это, и именно про это рассказывайте всем. Вот есть отличный пример, как компания Pixar строила для того, чтобы действительно создать возможность работать из дома на работе, они создали дома на работе. Так вот, все, что угодно, любая фантазия может быть исполнена, как мы обычно привыкли это видеть в пиаре, в рекламных сообщениях. Точно такая же история должна строиться в HR. Вы можете придумать все, что угодно для ваших сотрудников, для того, чтобы эти сотрудники выбрали именно вас. Что дальше? Конечно же, дальше я бы занял бы всю плоскость, все каналы, по которым можно продвигать ваше желание найти сотрудников. Займите абсолютно все каналы. Headhunter, LinkedIn, Facebook, везде-везде вакансии должны ваши пестрить. То есть вы должны занять все поле, в котором может оказаться ваш соискатель. Причем надо понимать, в каждом канале должна быть своя коммуникация. Ну, наверное, вакансия должна приблизительно одинаковая, но тон, в котором вы будете подавать эту вакансию, конечно же, должна быть разная. Следующая история. Это вы должны понимать, что ни одна вакансия, ни одно резюме не должно пройти мимо вашего взгляда. Поэтому очень важно выстроить систему, по которой вы будете весь флоу сотрудников через себя пропускать. Вы не должны ни одного резюма ставить без внимания. Все они, даже если они вам на данный момент не нужны, пусть они попадают в некий кадровый резерв и так далее. В общем-то, большое количество резюме, с ним надо работать, и у вас оно должно быть всегда под рукой. Фактически вы можете себе поставить задачу. Я считаю, вполне амбициозной задачей для такой компании молодой может являться следующее. Вот я создаю компанию, и я хочу к концу года иметь штат 60 бэкэнд-разработчиков на Битриксе. Это вполне амбициозная, крутая цель. Самое интересное, что дальше, после того, как вы спозиционировали, создали отличную вакансию, научились ее коммуницировать по разным каналам, надо научиться кричать. Вот как все привыкли слышать крики о том, какие крутые студии, какие классные услуги предоставляют их кейсы. Вот также надо научиться кричать на кадровый рынок, потому что еще раз, ваша самая главная цель это найм. Больше ничего вас не интересует. Так вот, здесь все методы хороши. Конечно же, все СМИ должны быть заняты вашими статьями. Интервью с вами о том, как вы думаете, почему у вашей компании такое позиционирование. Вы должны стать экспертом, оставлять ваши экспертные мнения везде, где тусуются ваши ЦА, то есть ваши соискатели. Конечно же, рейтинги работодателей, я не знаю, рейтинг разработчиков, бэкэндов на Битриксе и так далее. В общем-то, вы должны быть везде и, в общем-то, считайте это одно направление, в котором я бы стал двигаться. Второе направление, это, конечно же, деньги. Если вы не будете считать деньги, у вас на половине движения кончится бензин. Если студия не считает деньги, она лопается. Я знаю большое количество студий, классных, таких секси продукт, которые делали, которые просто не выжили, потому что не дотянули до конца, до конца это золотое руно не получили. Так вот, сколько типичная зарплата, такая вот по Москве, среднего разработчика на Битриксе? Вот я угадал с цифрой 60 тысяч? Или это у нас просто? Мало, да? Ну, в общем-то, вот я вижу в мониторе рынок, я вижу, что приблизительно в районе 60 тысяч среднего уровня Битрикс разработчиков. Бывает и по 100 тысяч, и по 120, бывает и бесплатно, в зависимости от того, какой уровень. Так вот, на самом деле, всю арифметику, весь финансовый учет надо начинать именно с этой цифры. Потому что бизнес – это покупка и продажа. На самом деле, бизнес – это ничто другое. И все придумывают различные сложные схемы того, что такое бизнес. На самом деле, если к финансовой части бизнеса относиться как к покупке и продаже часов, то бизнес веб-разработки, мобильной разработки, любой разработки, любого диджитала становится сильно проще. Подешевле купить, подороже продать. Вся соль бизнеса. Так вот, как дешевле купить? Чтобы дешевле купить, нужно предложить другие преимущества нашему соискателю. Помните, я говорил о позиционировании? Чем более точного из позиционирования, тем дешевле вы можете купить час разработчика. Дальше, как продать подороже? Понятно, помимо обычных разработчиков вы можете дополнить разработку тимлидингом, вы можете предоставить возможность подменять разработчиков на проекте. Вы можете у себя организовать минимальный QA. Все это будет влиять на дополнительную стоимость часа. На самом деле, еще одну отличную вещь я для себя увидел, как в покупке часов, так и в продажах, это правила организации очереди. Вы должны всегда иметь очередь из сыскателей и всегда должны иметь очередь из клиентов. потому что если у вас есть очередь, вы можете выбирать. Если у вас есть очередь, вы можете устраивать конкурс. Если у вас есть очередь, вы можете допинговать и так далее. Поэтому очередь из сыскателей очень важно иметь большим объемом работы и небольшим количеством у себя вакантных мест. И то же самое с клиентами. Большую очередь из клиентов, имея скажем дешевую стоимость часа, вы тут же сможете организовать достаточно длинную очередь из клиентов. Но при этом выбирать тех клиентов, которые вы чувствуете для вас будут играть в долгую. А чем дольше вы играете с клиентом, тем лучше вы узнаете, тем меньше рисков, тем выше будет маржа с этой стоимостью часа. Самое интересное, что предположим возьмем 60 тысяч. Что такое 60 тысяч для нас? 60 тысяч зарплаты этого сотрудника. Это стоимость покупки часа. Вы покупаете час этого разработчика за 375 рублей. Если вы умножите ее на коэффициент 2,5 и будете продавать этот час по 950 рублей, я вам скажу сразу, к вам выстроится очередь из заказов. И вы будете с этого иметь 2,5 конца. С этого часа. Самое интересное, что вопрос, что дальше делать с этой прибылью? И вот здесь мы ребята менеджеров, фронтендов теперь мы можем в дизайн шагнуть. Вот теперь-то мы начали развиваться по горизонтали, а нам-то надо по вертикали. Поэтому на самом деле на эти дополнительные деньги надо начать нанять еще 10 бэкэнд разработчиков. Потом потихонечку нанять 100, 500, до тех пор, пока вы не упретесь в потолок этого рынка. До тех пор, пока вы не поймете, что теперь-то на бэкэнд разработке мы действительно полностью освоили этот рынок. Самое главное при наращивании количества специалистов конечно же не забывать про математику. Учиться эффективнее, дешевле покупать и пытаться как можно изящней и дороже продавать этот самый час. Ну и собственно вопрос. Мы строим, мы концентрируемся на HR, мы концентрируемся на найме. А как же с продажами? Как же собственно продавать? Где в этой всей истории ребята с галстучками? Ребят с галстучками не будет, потому что продавать не нужно. На нашем рынке спрос в разы превышает предложение. Вот я вам покажу небольшие цифры ради примера. В Вагиме, в компании, которую я основал 10 лет назад, 20 заказов в день приходят. Более-менее интересных. В прошлом году мы отгрузили порядка 100 тысяч часов в битрикс разработки. Чтобы понимали, это около 150 миллионов рублей. За прошлый год в битрикс разработке было отгружено в Агиме. Много это или мало? Много или мало? Как вы считаете? Для кого как? Нормально. Средне много мало. Хорошо. На самом деле это очень-очень мало. Знаете почему? Потому что из всего потока заинтересованных лидов, из всего потока потребности мы смогли обработать лишь 30%. 30% заказов реально были отгружены. Почему не были отгружены все остальные 70%? Агима за 10 лет очень хорошо научилась продавать. Мы этот рынок полностью изучили, научились в нем пиариться, выстроили себе огромную очередь и растем по запросам на покупку у нас услуг в разы каждый год. Но невозможно успеть масштабировать производство такими темпами. Мы вырастили уже штат разработчиков на 30% в прошлом году. Мы постоянно пытаемся увеличивать количество партнеров, которым мы можем отдавать разработку, но мы не можем этот спрос никак покрыть. Причем многие говорят регулируй спрос стоимостью часа. И стоимостью часа тоже не регулируется, пробовали. Так вот, что делать в такой ситуации? Не надо вам продавать, мы за вас уже все продали. Агима, или другие большие агентства и студии. Мы все за вас уже продали. Берите и делайте, но для этого нужно выстроить производство. Поэтому есть несколько вариантов, например, которые видел бы я. Первое. Если вы выстроили производство и у вас вдруг возникает некий лаг заказов, временное отсутствие заказов, пишите вот этим ребятам. Андрей и Дарина всегда вам отгрузят заказов. Столько, сколько вам нужно в данный вдруг у вас уже команда простаивает, причем вы знаете, что эта команда квалифицирована из 3-5 человек. Пожалуйста, мы у вас этих специалистов выкупим по нужной вам ставке на полгода или на год вперед. Сразу забронируем и будем ежемесячно оплачивать. Просто потому, что ресурсов не хватает. А если у вас не хватает заказов, это вообще не проблема. Ну и последнее. Если вы действительно относитесь к вашему бизнесу, как бизнесу, если это для вас не игрушка, если это не хобби, это хорошо, когда это хобби дополнительно к бизнесу, но отдельно от бизнеса это хреново. Так вот, если вы относитесь к вашему бизнесу как к бизнесу, у вас всегда должно быть понимание, а где точка выхода, где exit point в моем бизнесе. Поэтому я, например, себе вижу exit point так. если вы создали команду из 30-60 человек, например, уже на битрикс разработке, на бэкэнде, уже сейчас, пишите мне письмо. Или если вы создадите в ближайшее время, опять мне пишите. Я с удовольствием дам вам ваш exit point, я с удовольствием куплю долю вашей компании или полностью вашу компанию. А если вы вдруг перерастете Агиму, приходите и покупайте нас. Спасибо за внимание.